Премьер-министр Олжас Бектенов поручил завершить оценку ущерба пострадавшим от паводков до конца недели. Выступая на заседании правительства, заместитель премьер-министра Бозумбаев отметил, что в настоящее время по республике из-за паводков пострадали 12 155 домов и 18 321 дачное строение, из которых 5 353 строения являются единственным жильем для пострадавших. По состоянию на 28 мая обследовано 15 093 дома и дачного строения. Проведена оценка только по 11 000. Необходимо отметить низкие темпы обследования в отдельных регионах, сказал Бозумбаев. Он обратил внимание Акимов на то, что с учетом короткого строительного сезона работы не должны задерживаться, и к началу учебного года жилье должно быть передано пострадавшим. Премьер Олджас Беккенов в свою очередь поручил держать работу по возмещению ущерба от паводков на строгом контроле и до конца недели обязательно завершить его оценку. Необходимо адресно и с пониманием относиться к ситуации, в которую попали наши граждане. Работу надо провести максимально оперативно, поручил глава Кабмина. В селе Жалгонца и Тараусской области завершены работы по откачке воды. 22 мая здесь прорвало местную дамбу и вода устремилась в поселок. В срочном порядке были откачаны большие объемы влаги и укреплена дамба на отрезке в 7 километров. Сейчас жизнедеятельности села ничего не угрожает. А в городе Кульсары 1165 жителей получили компенсацию на восстановление жилья. Причем 722 горожанам выплачены средства именно на покупку жилья, а 443 на ремонтно-восстановительные работы. Жители говорят, что их полностью удовлетворяют суммы за ущерб, которые они вносили в оценочные листы. Этих денег должно хватить на восстановление, либо на покупку домов. На смену недавним паводкам в пострадавшие регионы придет засуха, причем аномальная. Такой прогноз предрекли синоптики. Засуха коснется четырех областей. Это ряд районов Костанайской, Карагандинской, Магастауской и Западно-Казахстанской областей. Весенние паводки уже нанесли урон сельскому хозяйству. Теперь зерносеющие регионы могут понести дополнительные убытки уже от засухи, что в конечном итоге может сказаться на показателях урожая зерновых в этом году. А так как посевная не терпит отлагательных сроков, так как нужно закупать семена, удобрения, дизельное топливо, пестициды и так далее, запчасти на сихлосехнику, деньги нужны уже сейчас были. То есть даже не в мае или в апреле, они должны были быть уже в феврале. Но, к сожалению, вот есть определенные проблемы с выделением средств, и это все скажется, опять скажется на состоянии фермеров уже к концу этого года. Прошлый год также был сложным для сельского хозяйства. Резкие климатические перепады, майская засуха, проливные дожди в августе и сентябре повлияли на показатели урожая. Несмотря на все трудности, аграрии собрали с полей больше 17 миллионов тонн зерновых культур. Это меньше, чем в предыдущие годы. К тому же большая часть пшеницы в прошлом году проросла, и львиная доля зерна оказалась низкого качества. В этом году из-за сложившегося дефицита и ажиотажа на покупку семян, цены на них взлетели почти в два раза, сообщают фермеры. В Казахстане в очереди на бесплатные 10 соток для индивидуального жилищного строительства стоят около 4 миллионов человек. В тройке лидеров Алматинская, Туркестанская области и Шимкент. В прошлом году заветные наделы получили 8805 казахстанцев. Участки выдают только там, где есть вода и электроснабжение. Решение по выдаче принимают местные акиматы. Собственность получить участок можно только после строительства дома. До этого земля будет числиться в аренде. Сейчас процесс предоставления земли полностью переведен в онлайн-режим. Авторизоваться на портале электронного правительства можно с помощью электронной цифровой подписи. Бесплатно 10 соток выдаются лишь один раз в том регионе, где подошла очередь. Проверить, как продвигается очередь, можно также на портале электронного правительства. Около 11 миллионов тонн составил объем транзита через территорию Казахстана. В Министерстве транспорта озвучили статистику касательно перевалки грузов. На автотранспорте товаров и продукции через нашу страну по сравнению с прошлым годом перевезено больше на 50%. Контейнерные перевозки увеличились на 2%. Этот вид транспортировки считается наиболее перспективным по направлению Китай, Азия, Европа. Хотя и небольшими темпами, но показатель постоянно растет, уточнили в ведомстве. Почти в два раза намерены увеличить товарооборот Казахстан и Туркменистан. Об этом заявил министр иностранных дел Мурат Нуртлео после переговоров со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым. Объем двусторонней коммерции с годами идет в рост, в частности морским и железнодорожным путями. Однако среди наших торговых партнеров по Центральной Азии Ашхабад пока на последнем месте. В основном Казахстан экспортирует в Туркменистан пшеницу, трубки из стали, муку и телевизоры. А на отечественный рынок из этой республики поступают природный газ, томаты, моющие и чистящие средства. В последние годы два раза два раза два раза два раза. Поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан уже в следующем году планируется нарастить до 11 миллиардов кубометров. Об этом заявил президент соседнего государства во время своего официального визита в Ташкент. Ранее о таком же объеме транзита говорил и министр энергетики Казахстана. Однако, по словам Алмас Адама Садкалиева, на эту мощность планировалось перейти только с 2026 года. Россия инициировала обсуждение с Казахстаном и Узбекистаном газового союза для внутренних поставок и поставок на рынки третьих стран, включая Китай. Впервые поставки «Газпрома» транзитом через нашу страну начались осенью прошлого года. Тогда стороны договорились об экспорте около 3 миллиардов кубометров газа в год сроком на два года. Беньямин Нетаньяху признал, что была допущена трагическая ошибка в результате удара по городу Рафах. При этом премьер-министр Израиля не уточнил причину ошибки. В результате последней атаки загорелся лагерь для перемещенных лиц в Рафахе. Погибло по меньшей мере 45 человек, 200 ранены. Действия израильской армии резко осудили в ООН, а также США и страны Европы. Они призвали остановить военную операцию, указав на то, что для палестинцев сектора Газа больше не осталось безопасных зон, где можно было бы переждать боевые действия. В Рафахе Кварпинину, миллион человек, безусловно, и в том числе, что не было бы пересекать, что не было бы пересекать, но было бы пересекать, что было бы пересекать. По информации Минтранспорта, в этом году по стране планируется отремонтировать 12 тысяч километров автодорог. На трассе Астана-Алматы будет уложено 2,5 миллиона тонн асфальта. На текущий момент на дорогах республиканского значения строители уложили уже около 1 миллиона тонн спецпокрытия. Также в этом году предусмотрена реконструкция дороги Талды-Корган-Усть-Каменогорск. А для завершения реконструкции трассы Атарау-Астрахань планируется уложить около еще 500 тысяч тонн асфальтобетона. Ведомство также реализует новую масштабную программу по среднему ремонту дорог с усилением конструкции. В приоритете дороги, где ремонтные работы не проводились с момента их строительства. А это еще 2,5 тысячи дополнительных километров. Средний ремонт коснется автодороги Жасказган-Петропавловск, трассы Канде-Агаш-Эмба-Шалкар-Иргиз, а также 200-километрового отрезка, соединяющего Усть-Каменогорск и Семей. С начала мая в Казахстане действуют новые правила дорожного движения. Изменений много, от определения пешеходного перехода до упрощенного оформления ДТП. Впрочем, если некоторые новшества стали минорными, уточняющими уже действующие нормы, то другие действительно важные, а наказание за них суровое. Например, пересечение одинарной сплошной линии карается лишением водительских прав на полгода. Письма счастья начали приходить автолюбителям сразу, как только новая редакция вступила в силу. И это вызвало недовольство. Многие из водителей сетовали, что об изменениях узнали только после получения штрафа. Причем и размеры штрафов подвергаются критике. Однако в МВД говорят, что неоднократно предупреждали об изменениях. Кроме этого, большая сумма штрафов – мера вынужденная, которая заставит лихачей соблюдать правила движения. Экспертное сообщество разделилось на два лагеря. Кто-то считает, что штрафы не панацея, а вот другие поддерживают решение МВД. Смогут ли новые правила обеспечить безопасность движения? Дмитрий Мачель разберет тему подробнее в программе «Дневной формат в 14.00». Продолжение следует...